Всем привет! Я сейчас нахожусь на аккаунте игрока, который единственный, единственный игрок в СНГ, кто играет со спарки на высоких кубках. И рекорд у него, ребята, 6-124. И это не тот случай, когда ты просто взял колоду со спарки, сделал несколько онлайн-атаки и просто записываешь об этом видос. Нет, он каждый сезон играет этой колодой, и каждый сезон он апает выше, там, 5-800 кубков. Ну, конечно, разные сезоны бывают, но он на 5-800 стабильно сидит. Я думаю, что большинство зрителей, которые вот меня смотрят и которые тоже играют со спарки, вам эта колода точно должна зайти, потому что я знаю очень много колод, но так, чтобы таких результатов я еще не видел. Итак, вот эта колода. Был еще такой игрок, он говорил X-Medium, но он сейчас не играет. Я знаю, что иногда встречаются игроки, которые со спарки играют, но, ребята, это не тот случай, когда вот постоянно нон-стопом ты знаешь игрока, который играет только спарки. Вот он именно тот игрок. Колода выглядит именно так, тут особого такого байта на зап нету, обычная банда гоблина, летучая мыши и 3 миньона. Нету там гоблинской бочки, пламенного дракона, армии скелетов. Вот, 3 карты. Короче, я бы не сказал, что это прям конкретный байт на зап, но давайте посмотрим теперь, собственно, сами поединки и попробуем понять, как же он так круто со спарки, не с самой топовой легой побеждает. Итак, последний его поединок против Пеки, и, кстати, по поводу, ребята, кубков, он в конце сезона должен взять 600 трофеев. Если хотите еще одну часть, где он апает 600 этой же декой, напишите в комментариях и поставьте лайк. Если не хотите продолжения, в принципе, колоду я вам уже показал, так-то, не знаю, есть ли смысл записывать вторую часть. В общем, напишите об этом в комментариях. Еще один момент, я, ребята, подготовил для вас, ну, я думаю, что интересный выпуск на моей основе, но выйдет он после того, когда этот ролик, который вы сейчас смотрите, наберет 2000 лайков. Поэтому дерзайте и, если здесь впервые, подписывайтесь. Поехали смотреть теперь сам поединок. Значит, я не выбирал поединки, здесь всего 3 повтора, потому что он определенное количество времени не играл, у него повторы все исчезли. Я не знаю, сколько он там, несколько дней, неделю не играл. Вот, я попросил его для видоса провести 3 онлайн-катки. Собственно, он все 3 онлайн-катки выиграл, и вообще на изи, и в итоге я вот сейчас их пилю. Вот это последняя катка, которую он сыграл против Пеки. Я, кстати, это Пека как раз-таки тот случай, где у Пеки нету граммоверца. Вот, вообще Пека контрит гиганта, но когда с граммоверцем, это прям дабл-контр. Но я знаю, что, допустим, та колода, которую я в Гранде играю, Пеку, в принципе, вынести можно. Ну, та, что с Принцем. Тут вместо Принца мини-Пека. В принципе, чем-то колоды похожи, да? Но только здесь не яд, а фаербол. Ну, кто не понял, о чем я говорю, нужно приходить на мои стримы. Я просто сейчас тоже со Спарки играю в Грандах. Вот. Но там немножечко другая колода. Вот. Да, в принципе, понимаете, дело не в том, чтобы просто показать Деку и все, и на этом выпуск завершить. Тут сами катки интересны, потому что Челик не рандомно поднялся на 6 тонн. Каждый сезон апает такие высокие кубки. И он утверждает, что он единственный в СНГ игрок, кто на высоких кубках играет со Спарки. Это интересно. Это интересно, потому что это не самая популярная Лего. И с ней я бы не сказал, что прям легко играть. Серьезно. Итак, давайте теперь вот сейчас двойной эликсир. Сейчас будет интересно. Разряд был со стороны соперника. Плюс подкидывается миньончик. И сейчас будет шахтер. Вот он, шахтер. Но мы миньончика уничтожили. Как же мы будем наносить урон? Сейчас двойной эликсир. Вот видим, что Спарки мы не можем выбросить в атаку с Гигантом, потому что подсыпку у нас сейчас ее нет. А вот уже есть. Пека плюс Призрак. Капец, просто нас уничтожают. Разрядом добили разных наших мелких юнитов. И вот она, атака. Вот она, атака. Так, Бандитка плюс... Разряда не было у соперника, поэтому Спарки живет. Смотрите, мы дефаемся еще мини-пекой. Пойзон. До хрена урона, согласитесь. И мы не можем сейчас... Или подкинем... Нет, не подкидываем Гиганта вперед. Или подкидываем... Нет, не подкидываем. А вот! Нифига, как он успел. Жесть. Предикт, что ли, фаербола? Ну, ладно. Это был фаербол наперед. Да как-то странно он только что задефался. Точнее, очень странно он его пронес в конце. Я нифига не понял, как колдун не задефал миньонов. Лол. Вот такая вот победа получилась. Теперь давайте посмотрим против Хога с Фризом. Тоже достаточно интересно, потому что... Фриз, разряд, это все сбивает Кас Парки. И, соответственно, могут быть проблемы. Вот, допустим, идет атака, да? Гигант, Спарки. Фриз плюс Торнадо... Ой, Фриз плюс Палач, там Варвар и нету этой атаки, да? По сути-то, мне так кажется, что у соперника больше контр-колода. По поводу мнения этого хозяина этой колоды. Он говорит, что он автор этой деки. Это авторская дека. Его комментарии по поводу этой деки. Значит, изи контрить гигантов, он сказал. Прям играть против гигантов очень легко. Вот. Вот. И против... Да и Голема, в принципе. Если играть от контр-атаки, ничего сложного нету. Но есть разные ситуации. Например, когда Голем ставится не на двойном эликсире. Вы знаете, что у соперника нечем контрить. Можно сразу же гигантов мостикой. И не нужно дефаться от Голема, да? К примеру, сначала. Ну, то есть идет Голем, да? А вы ставите Спарки навстречу. Можно сразу гигантом с противоположной стороны. Но, опять же, есть много разных ситуаций и колод. Сложно, он сказал, против... Против мелких... Не против мелких. Против разного мусора с шахтером. Вот. По-моему, против мортиры. Против спеллбейта с ракетой очень тяжело. Короче, все колоды, которые с ракетой, являются такими контр-деками нам. Все. Это, в принципе, все комментарии его по поводу колоды. Остальное тут от ситуации зависит. В принципе, механика игры, я думаю, понятна. Когда Спарки, Гигант и все, и пошел. Но, опять же, это не сильно популярно, потому что это не сильно актуально. Сейчас есть много разных колод, которыми играть проще. Но я не знаю, почему он играет именно со Спарки и именно этой связкой. С Гигантом есть куча классных колод. Там Гигант 3 с пола, например. Вот. Мне кажется, ими попроще играть. Но, блин, Челик тащит на 6100 постоянно. Я, блин, 6100 там с Големом не могу, с которым реально играть-то, по сути, несложно. А он вот такой вот декой на 6100 поет. Я, если я возьму эту колоду, мне кажется, я и, блин, и 5500 не подниму. Хотя, я попробую, наверное, с этой декой тоже. Я вот, вы не поверите, но всегда те колоды, которые я показываю на обзоре, либо сам играю. Я все колоды тестирую и постоянно с ними периодически играю. Ну, вдруг я вот, знаете, как происходит у меня выбор колод. Играю, играю, да, несколько каток слил, все, это не моя дека. Потом немножко прошло время, не думаю, ну, попробую-ка я еще раз с ней. Ну, а вдруг просто не зашло до этого, да. То есть, я все колоды тоже беру и тестирую и попробую. А вдруг мне зайдет, ребята. Я просто с этой колодой не играл. Вот только записываю ролики и первый раз смотрю эти катки. После видоса попробую, а вдруг, а вдруг зайдет. Вы тоже попробуйте. Так, фаербол, смотрите, почти добили. А, у нас счет 1-0. Найс. Я как-то бой не комментировал, получается, да. Последний бой против арбалета. Ну, смотрите, я говорил вам, что все колоды, которые имеют ракету, являются нам контр-колодами. Но тут, знаете, вроде как арбалет, ну, не дефает гиганта. Точнее, не так. Гигант контр-арбалету. Но у нас гигант не просто гигант, а гигант со спарки. А спарки дефает ракета. Ну, хзы, короче. Давайте смотреть. Но тут я не скажу победа или поражение, хотя, я думаю, вы сами догадаетесь. Так, ну что ж, смотрите, вот сейчас мы готовим спарки, да. Соперник пока стремается ставить арбалет. Да, в принципе, так и не делают вначале. Сначала прощупывают деку соперника. Ждут его какой-то первый ход, а потом по возможности ставят арбалет. Это очень тупо ставить его вначале. Мы сливаем гигант. Вот сейчас арбалет справа. Прям идеально. Смотрите, оп. Просто тут с арбалетом все понятно. Сразу ставятся спарки. Охренеть. И уничтожается сходу арбалет. Шикарно. Я бы, наверное, не спарки выбросил, а мини-пеку. Просто шикарный ход. Очень жаль, что Тесла в этот момент не открылась. Да, так бы минус Тесла была. Так, на фаербол у нас эликсира нету. Выбрасывается рыцарь. Но гигант с миньонами. Что он творит? Остановись. Просто ты... Точнее, что я его останавливаю? Ну, офигеть. Просто сразу минус пол башни. Зашибись. Так, выбрасывается летучая мышка. У соперника нету разряда. У него только бревно. Вот. Поэтому 3 миньона летучая мыши будут заходить на раз-два. Соперники, думаю, понимают, что у нас теперь гигант. Колода с гигантом. Поэтому 100% он не будет ставить арбалет в атаку первым. Вот он его ставит на деф. И, наверное, хочет прокрутиться до второго арбалета. Потому что ему это сделать легко. Цикл у него крутится быстро. И колода у него однозначно недорогая. Но он не прокрутился до второго арбалета. Не знаю, зачем он ставит его на деф. Мне кажется, арбалет на деф вообще ни о чем. Вот сейчас ракета полетит. Причем ракета полетит и на мини-пеку. И на этого. И на спарки. Но я, кстати, вот только что был удивлен, что ракета не убивает спарки. То есть, если одинаковый уровень карт, то ракета перестала убивать спарки. Просто раньше она убивала. Для меня это только что было новостью. Серьезно. Лол, я не знал. Так. Хороший был гигант. Так. И пошла атака слева. Видим, что по эликсиру соперник жестко проигрывает. Фаербол на арбалет. Но атака не прошла. Гиганта за дефали. Смотрите, Тесла еще не сдохла. Сейчас можно поставить второй уже арбалет. И он его поставит. И, наверное, гигант... Не, гигант по-любому будет на левую сторону. Смотрите. Оп. А, нет. Почему? Непонятно. Непонятно почему. 978 хп. В принципе, можно фаерболами. Там три фаера кинуть. Так. Перебирает карты. Думает, что выбросить. Разрядом наносит урон по вышке. Готовит сейчас спарки. Вот она, спарки. Соперник ставит арбалет. Естественно, на ракету у него элика нету. Плюс мини-пека на себя урон от арбалета забрала. И поэтому спарки спокойно задефала. 897 хп. Первый фаербол. Раз. Но я думаю, что тут просто будет забрасывать фаерами. И по кд ставить гиганта в атаку. Все. Можно даже поставить на х2. Он просто подошел к тому моменту, где можно добивать спелами. Ну, к примеру, было бы на вышке косаря 2 где-то. Я сомневаюсь, чтобы он выиграл здесь. Либо ничья была бы, либо... Нет, поражения точно не было бы. Потому что с гигантом не тяжело. Не тяжело выиграть арбалет. Даже если спарки. Смотрите, даже я не ожидал, что он снесет правую вышку, а не левую добьет. Неожиданно, да? В общем, ребят, как-то так. Такая вот колода. На данный момент у парня 5700... Ну, почти я округлил. 5700 трофеев. Давайте посмотрим в местном топе, где он находится. Это какой местный топ? Это Россия, да? На 11 месте. Ну, со спарки нелегко играть. Я думаю, вы со мной согласитесь. Потому что это... Ну, такая спарки не считается имбой. Спарки, я считаю, одна из самых плохих легендарок. Не знаю. Могу ошибаться, но есть легендарки куда популярнее и мощнее. Ну, мощнее это, конечно, не сильно объективное сравнение. Потому что насчет мощности у спарки мощности хватает. Я в том плане, что она не сильно играбельна. Много контрины для нее. Но, как-никак, парню не мешает апать 6100. В общем, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, наберем 2к лайков. Еще сегодня ролик на моей основе будет. Спасибо этому игроку, который предоставил нам возможность сделать обзор на его колоду, посмотреть его онлайн-катки. Ну, и напишите, стоит ли снимать вторую часть в конце сезона, когда он поднимет 6100. Как же он будет там тащить? Спасибо всем. До новых встреч. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok